Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 20 августа. Поехали. В Марии-Элл горит лесничество рядом с населенными пунктами. Лесной пожар в Медведевском районе перекинулся на две постройки в поселке Студенко. Лесной пожар ранее начался в Медведевском районе на территории Куярского лесничества. Сообщалось, что огонь распространяется в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 километров. Посетители и персонал санатория Сосновый Бор в Медведевском районе Марии-Элл были эвакуированы из-за угрозы распространения лесного пожара. Более 400 детей эвакуированы из летнего лагеря и двух санаториев в республике Марии-Элл, где тушат крупный лесной пожар. В опасной близости несколько поселков. На один из них огонь уже перекинулся, уничтожил хозяйственные постройки. Но жилые дома удалось отстоять. Пламя угрожает еще двум населенным пунктам. Лес горит и у федеральной дороги Вятка пришлось ограничить движение на 30-километровом участке. К тушению пожара привлекут авиацию Минобороны. В Башкирии продолжают действовать 12 очагов лесных пожаров на общей площади 159 гектаров. На сегодня в Хайбулинском районе возникли два новых очага природных пожаров общей площадью 1 гектар. На данный момент два очага лесных пожаров действуют в Белорецком районе, семь в Бурзянском, по одному в Обзелиловском, Зилаирском и Кушнаренковском. Четыре возгорания, удалось локализовать. Остановить распространение пламени пока не удается в восьми местах на общей площади 63 гектара. В борьбе с огнем задействовано 82 единицы техники и 287 человек. В Башкирии, которую накрыли природные пожары, начали формироваться огненные смерчи. Сразу несколько огненных смерчей в российском регионе засняли очевидцы. Местные жители утверждают, что никогда прежде такого не видели. Башкирия беспрецедентно пострадала от аномальной жары. В настоящее время огонь быстро приближается к поселку Бурибай в Хайбулинском районе. Справиться с пожарами пока не получается. Движение автотранспорта из Новороссийска в сторону Анапы по федеральной трассе ограничено. Причиной инцидента стали ливневые дожди. Судя по видео, на затопленном участке трассы работают дорожные службы. В связи с выпадением обильных осадков, 20 августа ограничено движение автотранспорта в сторону города-курорта Анапа. Объезд организован через поселок Виноградный. Ситуация с заторами на дорогах сохраняется, сотрудники ДПС регулируют движение. Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков и последовавших за ними подтоплений, режим ЧАЭС ввели в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в Анапе, Славянском и Крымском районах. В Крыму объявили новое штормовое предупреждение с 20 по 21 августа. В связи с неблагоприятными погодными явлениями, спасатели предупредили о возможном возникновении подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждениях и гибели сельскохозяйственных растений. В очередной раз после сильного ливня пострадала Анапа и Витязева. Курорт оказался серьезно подтоплен. При этом некоторые местные жители заявляют, что ситуация лучше, чем после бури на прошлой неделе. Краевое МЧС решило увеличить группировку спасателей в Анапе, борющихся с последствиями подтоплений. Часть людей были переброшены туда из Темрюкского района. На улицах и так потоп, повреждены жилые дома, а МЧС предупреждает, что из берегов еще и могут выйти реки. Сейчас спасатели откачивают воду. Дошло до сноса торговых точек, мешающих ее оттоку в море. Не успели просохнуть после прошлого удара стихии, а на подходе еще один. И снова в эпицентре Анапа. Утром ее пригород, поселок Витязева, ушел под воду. Ночью подтопило и пригород Новороссийска. Вода зашла в два десятка домов. В столице Крыма после очередного ливня затоплены улицы в центре города. В аэропорту задерживается прибытие нескольких рейсов. 19 августа в Симферополе за два часа выпало 57 мм осадков. Это 130% месячной нормы. Как и в предыдущие разы, город оказался не готов к ливням. Несколько улиц ушли под воду, подтоплены машины и первые этажи зданий, частные дома и дворы. В аэропорту задерживаются несколько рейсов. Часть самолетов отправили на запасной аэродром. Местные жители публикуют в интернете видео последствия стихии, отметив, что на Крым выпал крупный град. Ближе к вечеру ливень с градом пришел в курортную Алушту. Из-за проблем с ливневками часть улиц мгновенно превратилась в реки. На проезжей части появились большие пробки, в профессорском уголке смыло пляж. В Крыму до 20 августа объявлено штормовое предупреждение. На территории Черноморского побережья образование смерча уже становится традицией при циклоне. Так в городе-курорте сначала водоворот разогнался, а потом он все-таки вышел на сушу. Водяной смерч образовался на границе бухты и открытого моря. Своим появлением стихии изначально не напугало отдыхающих, однако уже на берегу все начали разбегаться. Стоит отметить, что сила торнадо была небольшой, он лишь немного откинул в сторону лежаки и матрасы. Также из произошедшего сегодня, в результате непогоды за сутки оказались затоплены 352 дома, эвакуированы более 800 человек и даже была перекрыта трасса Новороссийск-Южная-Озереевка. Днепр к вечеру 19 числа атаковал град с сильным ливнем. Город местами ушел под воду. Потоки воды затопили город буквально за полчаса. Как пишут местные СМИ, около 18 часов над городом повисли черные тучи, после чего резко усилился ветер. За ним ударил гром, и на город обрушился ливень. Основной удар пришелся на левобережье. Позже ливень перебрался и на правый берег. Из-за погодных условий затруднено движение транспорта. Трамваи временно прекратили работу. На причале фестивальный вышел из строя троллейбус, у него заискрились провода. Из-за поломки пассажиров пришлось эвакуировать, к счастью, никто не пострадал. Люди, которых ливень застал на остановках общественного транспорта, вынуждены были спасаться от потока воды, забравшись на лавочке. На перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Холодильная, машины буквально плывут по проезжей части. А во дворах жилых домов вода затопила десятки припаркованных машин. Неожиданное погодное явление удивило жителей городка Тукапель, регион Биобио, после того, как предполагаемый торнадо нанес серьезный ущерб десяткам домов. Это явление сопровождалось сильным ветром со скоростью до 80 км в час, в результате чего много домов остались без крыши, а некоторые даже были полностью разрушены. Также произошло падение деревьев на дороге, что затруднило движение транспорта в этом районе. По сообщениям местных СМИ, пострадало как минимум 20 домов. Бригады по оказанию чрезвычайной помощи проводят оценку нанесенного ущерба, а также занимаются восстановлением электроснабжения. Сообщается, из-за буйства стихии пострадало 30 семей, часть из которых временно находятся в центрах эвакуации. О жертвах от прохождения торнадо не сообщалось. После недавних сильных дождей в верхне-западном регионе Ганы произошли разрушительные наводнения. По словам специалистов по чрезвычайным ситуациям, в результате наводнения пострадали более 1605 человек и было разрушено более 100 домов. Кроме того, наводнение нанесло серьезный ущерб дорогам и мостам в регионе, повлияло на средства к существованию и оставило некоторые населенные пункты отрезанными от внешнего мира. Наводнение затронуло район Надаули-Калёа, район Джирапа и муниципалитет Лоура в верхне-западном регионе. По первоначальным оценкам, 336 человек были вынуждены покинуть свои дома, после того как 155 домов были разрушены в результате наводнения. Около 1605 человек пострадали непосредственно, но еще больше людей страдают из-за повреждения посевов и дорог в этом районе. Более 700 фермерских хозяйств понесли определенный ущерб. Несколько основных дорог получили серьезное повреждение, что нарушило транспортное сообщение. Ураган Грейс обрушился на Карибское побережье Мексики к югу от Тулум, сорвав крыши с некоторых домов, отключив электричество у тысячи домов. Центр Грейс ударил к югу от Тулума с максимальной скоростью ветра 130 км в час. К вечеру тропические штормовые ветры снова усилились до 95 км в час и продолжают усиливаться. В Тулуме некоторые семьи провели мучительные часы, укрываясь от трескающихся деревьев и летающих обломков. Многие улицы были заблокированы упавшими ветвями и деревьями, которые оборвали линии электропередач, оставив тысячи людей в темноте. Одну полосу шоссе между Плая-де-эль-Кармен и Тулумом заблокировал упавший дорожный знак. Государство открыло убежище и эвакуировало некоторые отели и жителей перед началом шторма. Не менее 35 человек пропали без вести после наводнения, вызванного тропическим штормом Фред, в американском штате Северная Каролина. По словам официальных лиц, в районы, наиболее пострадавшие от урагана, были отправлены наземные и воздушные спасательные группы для поиска пропавших и обеспечения безопасности местных жителей. Сообщается, что 54 человека находятся во временных убежищах. Мосты и дороги перекрыты по всему округу к западу от города Эшвилл. Некоторые районы западной части Северной Каролины все еще страдают от Фреда, который во вторник поразил эту местность как тропическая депрессия. В поисково-спасательных операциях задействовано более 250 сотрудников службы спасения со всего штата. Метеорологи предупреждают, что угроза наводнений и торнадо по-прежнему сохраняется. Тропический шторм Фред движется на северо-восток со скоростью 28 км в час. На Алжир налетел сильный ветер, поднявший большое количество пыли и песка, создав практически нулевую видимость в районе Айн-эль-Хаджель. Шторм начался около 17 часов 45 минут по местному времени, быстро окрасив небо в серые цвета. Сильная пыльная буря длилась около часа. Видимость упала практически до 10 метров. На время бури жителей просила воздержаться от поездок и прогулок по городу во избежание несчастных случаев. По словам местных жителей, бури налетела практически за 15 минут. Порывы ветра оценивались в 20 метров в секунду. В Колорадо каждый год градовый шторм несет ответственность за ущерб в десятки тысяч долларов, причиненный посевам, домам, предприятиям и автомобилям. Иногда во время грозы может выпасть настолько сильный град, что для расчистки дорог включаются снегоочистители. Крупный град выпал в Тронтон. Размеры выпавших градин варьировались от 2 см до 5 см в диаметре. Есть сведения о повреждении автомобилей и домов. Также сообщалось о возможном торнадо в этом районе. Град длился около 15 минут. Некоторых водителей он застал в дороге. Некоторые автовладельцы жаловались на разбитые стекла своих машин. По словам метеоролога, июнь и август часто является пиковым сезоном для града в штате Колорадо из-за большой влажности и очень высокой температуры, которая приходит летом. Вследствие каждый сезон мы наблюдаем выпадение крупного града, а местами очень крупного. За сутки на Земле произошло 276 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 6,9. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. Самый северный туристический объект в живописной местности Нания известен своими фантастическими скальными образованиями и коралловым берегом, размытым морской эрозией. Вся береговая линия здесь представляет собой настоящий сад скульптур, который на камне иллюстрирует несравненное мастерство выветривания и воздействия волн. Узорчатый каменный рельеф Нания, уникальный для Тайваня, образовался в результате выветривания песчаника, выстилающего берег. Окисление железной руды в полосах камня дало ему красивый полосатый узор. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо вам большое за внимание. До завтра.